Утро, 17 октября, Киев. На видео попытки сбить с земли при помощи автоматной очереди беспилотники Герань-2. Украинские телеграм-каналы их еще называют шахидами или мопедами. Вообще, дроны Камикадзе считаются малозатратными, но очень эффективными. Миниатюрные птички с высотой полета примерно в 40 метров не попадают в поле зрения многих систем ПВО. По мнению экспертов, беспилотники иранского производства – лучшие в мире по соотношению цена-качество. Посмотрите, что сотворили Герани в Николаеве этой ночью. По городу текут реки Масла. В результате работы дронов были повреждены два резервуара. 7,5 тысяч тонн вытекли наружу. Это что касается ночных прилетов, а уже утром люди просыпались под звуки воздушной тревоги. Кто-то вышел на выгул собак и снял на видео взрыв. Судя по всему, сработало ПВО. Вот видео с другого ракурса. Герань-2 работает по объекту критической инфраструктуры Киева. Украинские власти по-разному реагируют на происходящее. Виталий Кличко, например, сообщил, что сразу 28 дронов Камикадзе прилетели в Киевскую область. В самой столице, по его данным, прозвучало не менее пяти взрывов. В сети появляются все больше роликов с паникой в Киеве после начала налета. Все, кто оказываются в радиусе беспилотника, слышат звук, похожий на работу мопедного двигателя. Ну и вот, собственно, кадры из лесополосы в районе города. Работа бензопилы, газонокосилки вызывает неприкрытый страх у местных и даже ужас. Это сейчас надо делать или что? Во время воздушной тревоги у вас мозги есть вообще? Вы можете подождать, а потом делать? Советник министра внутренних дел Украины Антон Герасченко призвал сбивать шахиды из стрелкового оружия. По его словам, это касается в том числе и охотников и владельцев нарезного оружия. Вообще идея не очень здравая и безопасная. Беспилотник летит по определенному маршруту к назначенной цели. Если его сбить в полете, 50 килограмм взрывчатки упадет, где придется, например, на жилой дом, как это случилось в Шевченковском районе. Жилой дом, суки, нахуй. Цитирую военкора Котца, он ответственность за удар по жилому дому возложил на самого Герасченко. Попадание по жилому дому в Киеве Герасченко может смело записать на свой счет. Кто-то своей стрелкотней над жилыми кварталами просто сбил дрон с курса. Направлять его на гражданский дом не было абсолютно никакого смысла. Отметим тот факт, что вероятность попадания в Герань из любого оружия критически мала. На видео украинские ракеты пытаются сбить беспилотник и не попадают, взрываются где-то на территории Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что именно энергетическая инфраструктура, расположенная на территории Киева, Сумской и Днепропетровской областей, подверглась ударам. Эту информацию транслирует и Министерство обороны России. Сотни населенных пунктов обесточены. Украинцев просят экономить электроэнергию.